МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Врезался и застрял. К курьезным ДТП сегодня закончилась поездка нетрезвых ангарчан. Больше всего принимают граждан, жалоб, заявлений, обращений. Ну, соответственно, больше всего и нагрузка. Работа на передовой. 40 участковых ангарска наградили за успехи в службе. Сейчас каток сместился сюда, ближе к зданию. То есть удобнее выход на лед будет. Ну и красивее все. Все на лед. Открытый корт и Ермак уже в эти выходные примет горожан в обновленном виде. В эфире новости телеканала «Актис». С новостями пятницы вас познакомлю я, Ольга Отюбрина. Здравствуйте. Декада безопасности стартовала на территории Ангарского округа. Сотрудники полиции, ГИМС и Пожнадзор вышли в рейды по садоводствам, частному сектору и гаражным кооперативам. Поводом послужила недавняя трагедия в садоводстве «Тополек-2», когда в пожаре погибли мужчина и двое детей. Инспекторы проверят исправность печного оборудования и состояние электропроводки, а также напомнят о правилах пожарной безопасности. В «Трех соснах» не заблудился, а застрял. Сегодня утром иномарка в районе 28-й медсанчасти съехала с дороги и врезалась в деревья. Водитель еле держался на ногах и пояснил, что за рулем была его жена. Женщина спала на заднем сидении, а машину занесло из-за летней резины. Мужчина сообщил, что ждал ГИБДД около трех часов. Оказалось, что о ДТП он не сообщал. Сейчас инспекторы ищут свидетелей происшествия. В Приангарье возобновил работу региональный совет. Накануне, на первое в этом году заседание в областной центр, съехались руководители 40 муниципалитетов. О том, как теперь будет строиться работа структуры и почему участие в Рексовете принесет пользу каждому жителю области, расскажем в сюжете далее. Работа на постоянной основе заседания не реже одного раза в три месяца и действующие комиссии, каждая по актуальным направлениям – экономическому развитию, строительству и ЖКХ, соцразвитию, образованию и здравоохранению, а также сельскому хозяйству и культуре. В состав комиссии войдут мэры городов и районов. Считаю, что те изменения, которые произойдут, назрели давно. Думаю, что шаги помогут нам организовать наиболее тесное взаимодействие между региональным правительством и органами местного самоуправления. Сейчас для нас главная задача сделать региональный совет постоянно работающей структурой, где обсуждаются важнейшие вопросы социально-экономического развития области, которые касаются каждой территории, каждого муниципалитета, любого, даже самого небольшого населенного пункта. Никакой демагогии, подчеркнул губернатор. Обновленный региональный совет должен стать реальным инструментом в решении самых проблемных вопросов и обсуждении актуальных тем. Сейчас правительство утверждает проект бюджета на трехлетний период. Руководитель ведомства докладывает участникам совета об основных принципах главного экономического документа региона. На территории Иркутской области в предстоящем трехлетнем периоде будет реализовываться 19 государственных программ. Общий объем программных расходов составит почти 99%. В первоочередном порядке бюджетные средства планируются направить на реализацию всех социальных обязательств населения, в том числе на выплату заработной платы, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, сбалансированность местных бюджетов, капитальный ремонт объектов областной и муниципальной собственности. Следующий в повестке масштабный приоритетный проект формирования комфортной городской среды. В 2017 в программу вошли почти 300 дворов в городах со всех уголков Иркутской области. Ангар стал одним из немногих муниципалитетов, где проект реализован полностью, а работы закончены. В следующем году благодаря программе благоустроят гораздо больше дворовых территорий. На эти цели федеральный бюджет направит больше 600 миллионов рублей, а региональный добавит еще 250. Реализация проекта в 2017 обозначила и проблемы. Сделанные выводы позволят избежать их в будущем. Дефицит квалифицированных подрядных организаций, имеющих специалистов, парк специальной техники и оборотные средства для выполнения работ в сжатые сроки. Следующее заседание регионального совета состоится в начале 2018 года. Мэры территории, вошедшие в постоянные комиссии, должны подготовить предложение к повестке и определить докладчиков. 94-ю годовщину со дня образования подразделения участковых отметили сегодня в Ангарском отделе ОМВД. В канун праздника грамот, медалей и ценных подарков от руководства удостоились более 40 сотрудников. Сегодня в участковой службе трудится 60 полицейских. В основном это молодые люди, только начинающие свой трудовой путь. Именно на их плечи ложится ответственная работа с людьми. Профилактика правонарушений и преступлений на бытовой почве. Больше всего принимают граждан, жалоб, заявлений, обращений. Ну, соответственно, больше всего и нагрузка. На это подразделение ложится. Ну, и больше объема информации приходится перерабатывать. Поздравить участковых уполномоченных полиции приехали и члены общественного совета. Они наградили сотрудников, которые заняли первые места по итогам опроса населения. И к другим темам. Сотрудники ангарского ОМВД собирают средства в помощь своей коллеге, бывшему дознавателю Евгении Хлудеевой. Молодую женщину поразил рак четвертой степени. Она борется за жизнь и за всех сил, ведь у нее двое маленьких детей. С хрупкой, но сильной характером ангарчанкой познакомилась моя коллега Мария Константинова. Несколько лет не пересматривала семейные фотографии, а теперь дорог каждый момент. С грустной улыбкой признается Евгения, мама 11-летней Алисы и 6-летнего Илюши. Молодая женщина 15 лет проработала дознавателем. Проблемы со здоровьем начались в 2013 году. Тогда врачи обнаружили в ее кишечнике полипы, но заверили, что это не опасно. В неведении Женя прожила еще несколько лет, пока не начались адские боли. Препараты, которые, допустим, гастроэнтеролог мне там прописывал, они помогали. И уже начала платно ходить сдавать УЗИ, МРТ. Ну и вот показали результаты, что вот такая вот беда. Вообще это морально очень сложно. И знаю, такие есть случаи, когда люди руки опускают и не хотят бороться. И не хотят как-то морально, допустим, с этим не могут справляться. Но как бы я нахожу в себе силы, поэтому будем бороться. Диагноз врачей прозвучал как приговор – рак толстого кишечника четвертой стадии. Евгения решилась на операцию и на изнурительную химиотерапию. Женю поддерживают близкие люди. Ольга Андреева – бывшая коллега, а сегодня верный друг семьи. Практически каждый день навещает ее. Действующие сотрудники полиции в социальной сети создали группу по сбору средств для лечения ангарчанки. Женя у нас очень добрая, отзывчивая. Всегда всем придет на помощь. Она, наверное, боец, потому что не каждый справится с такой ситуацией. И два месяца она ее скрывала от всех. Знали только вот самые ее близкие друзья, которые ее поддерживали. И мы падали духом. А она нам говорила, даже не смейте, я буду жить. Ангарчанка долго искала узких специалистов, занимающихся реабилитацией и лечением именно ее заболевания в России. Но не нашла. Частная клиника в Израиле готова принять Евгению и провести с ней курс иммунотерапии. Поездка обойдется в 600 тысяч рублей. У Жени и ее мужа, сборщика мебели, увы, скромный доход. Семья не осилит такую сумму. Но ангарчане щедрые и чуткие к чужой беде люди. На милосердие земляков и надеяться – это дружная семья. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Всех, кто остался неравнодушным и хочет помочь Евгении Хлудеевой, может уточнить реквизиты для перечислений на нашем сайте. Служба 03 в Современнике. Во Дворец культуры накануне днем прибыли медики практически всех лечебных учреждений округа. Для того, чтобы оказать помощь, но не здоровью, а профессиональной ориентации школьников. Сфера здравоохранения испытывает острую нехватку кадров. Больницам и поликлиникам не хватает специалистов. О своей работе более чем трём сотням старшеклассников рассказали врачи, а студенты – об учёбе в медицинском колледже. На занятиях по хирургии вы узнаете особенности подготовки медицинского персонала к проведению операций. Мы работаем на перспективу, мы работаем с молодёжью, которую хотим привлечь в наши ряды. То есть, кто ещё не определился, кем он хочет быть. 9-й и 11-й классы, они ещё не написали свои заявления на выбор АГЭ, ИГЭ. Поэтому мы хотим показать им альтернативу, что есть. Сегодня ангарское медицинское сообщество насчитывает около 6,5 тысяч специалистов. Несмотря на внушительную цифру в лечебные учреждения, врачи ждут не только пациентов, но и коллег. Мы продолжаем серию сюжетов об ангарских семьях, которые подарили любовь и заботу маленьким сиротам. Сегодня мы расскажем о семье Бахтиных. Они взяли на воспитание трёх девочек. Сейчас большой и дружной компанией они путешествуют по стране и за рубежом, справляют праздники и служат настоящим примером для подражания. Мария Константинова подробнее. Долгожданная встреча родных – это настоящий праздник. О таком уютном доме, пожалуй, мечтают многие. Чита Бахтиных – успешные предприниматели со стажем. В конце 90-х, когда оба сына выросли и вылетели из гнезда, а родители ещё были молоды и полны сил, появилось желание подарить свою любовь обездоленному ребёнку. Так Надежда и Евгений удочерили Алину. В этой семье я 15,5 лет. Наверное, только здесь я поняла, что такое любовь и как к тебе относятся родители, что такое семья. Родители не жалеют на меня ничего, не дают мне всё, что можно. Стараются сделать всё, чтобы я была счастливой. Приёмной дочери Бахтиной отдавали всю любовь и внимание. Девочка росла, а мама с папой чувствовали, что могут сделать больше. Так они стали гостевой семьёй для 9-летней Даши. Малышка оказалась очень бойкой и стала приводить с собой свою любимую и очень скромную подругу Аришу. Привезли мы Дашу первый раз. И Даша, помню, зашла в прихожую. Приехали мы вечером, было темно. И она говорит, а что такое маленький дом, мы все здесь будем, что ли? Потом я сижу в кресле, она везде побегала. Внизу у нас игровая, наверху второй этаж. Приходит и садится со мной рядом. Как мне здесь понравилось, как здесь хорошо. Я даже не хочу возвращаться в отсек. А на следующий выходной в гости Ариша уже не пришла. Её забрали родные родители. Но жить с ними девочка не смогла. Поэтому она сделала выбор – поменять кровную семью на приёмную. Сперва мы маму с папой называли Надеждой Леонидовой Евгением Алексеевичем. Потом как-то привыкли и начали называть мамой и папой. В семье у нас, как сказать, всё хорошо. Мы не ссоримся с сёстрами. Если что-то просят помочь, то мы всегда помогаем. За большим круглым столом собираются три сестры, старшие сыновья и их дети. Внуки – четы Бахтиных. Сейчас старшая Алина поступила в колледж и изучает банковское дело. А младшие учатся в ангарской православной школе. Внуки – Эдуард и Данила – спортсмены. Я всегда рада, когда здесь внуки, они здесь тоже росли. Здесь ещё внуки моей сестры, ещё внуки моих подруг приезжают. И, наоборот, всегда хорошо, когда здесь много людей и детей. Я всех люблю и не представляю вообще жизни без них. Я бы за каждого из них отдала свою жизнь. И летом, и зимой. В каникулы и в выходные этот дом наполняется счастливыми и радостными голосами, потому что воссоединяется вся семья. И в округе царит настоящая любовь. Это чувствуют даже соседи. Мария Константинова, Дмитрий Швецов. Местное время. А на сцене Дворца культуры «Энергетик» уже вовсю идут репетиции главного городского события этой осени – фестиваля детей-сирот «Пусть мама услышит». В качестве артистов – воспитанники Ангарского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Некоторым из них в исполнении творческих номеров помогут работники администрации и депутаты Думы округа. К примеру, Артем Детышев прочитает рэп. Марина Сасина споет, а Денис Годзинский станцует. Это не просто выйти на сцену, прийти. И к любому мероприятию нужно готовиться. То есть, ладно, кто профессионально занимается танцем, ему без проблем вышел и станцевал. И все равно это работа над собой. То есть ты занимаешься чем-то необычным для себя, узнаешь что-то новое и даешь частичку себя и частичку положительного этим детям. Мне очень нравится репетировать. Мне нравится стоять на сцене с хорошими людьми. Увидеть и оценить совместный творческий труд ангарчане смогут в качестве зрителей уже в этот понедельник, 20 ноября. Концерт состоится в ДК «Энергетик» в 18.30. Льду быть на открытом корте Ермака полным ходом идет масштабная реконструкция. Каким встретит ангарчан обновленная ледовая площадка? Узнаем из сюжета далее. Открытый корт давно нуждался в реконструкции. Взаимовыгодное сотрудничество предложил бизнес, а администрация округа пошла предпринимателям навстречу. Масштабная переделка потребовала времени, поэтому до начала сезона массовых катаний не была завершена полностью. Но уже многое из модернизации открытой ледовой площадки смогут оценить первые любители коньков. Так еще летом строители убрали старый хоккейный корт, который давно не видел льда. Мы не могли его эксплуатировать, у нас нет такого отделения. И поэтому сейчас каток сместился сюда ближе к зданию, то есть удобнее выход на лед будет. Ну и как бы красивее все. Каток стал подлиннее. Площадь катка увеличилась? Да, площадь катка увеличилась по числе на 10 метров. То есть для конькобежцев это сейчас получился полноценный стадион, беговые дорожки. Кроме того, появилось полноценное и современное освещение. На Ермаке никогда не отказывали запозднившимся любителям массового катания. И работали и в будни, и в выходные до 10 вечера. Вот только старые фонари давали весьма скудное освещение. Еще один плюс реставрации – замена крыши в старом здании проката, которое не видело капитального ремонта с середины прошлого века. Кроме того, уже начался монтаж нового, более удобного для ангарчан пункта проката, в котором будет даже небольшой спортзал. Также нам купили новый трактор для уборки снега, для помощи. Но это тоже очень хорошая вещь такая, чтобы не скрипти лопатами, технику не нанимать. Когда есть свою технику, выгнал, поработал, убрал ее. На следующий год весной планируют они сделать реликодром большой. Ну, как бы не сильно большой, но очень приличный. То есть круг будет 200 метров. И считаю, что для нас это как бы... Учесть, что у нас нету в городе полноценного катка, ой, реликодрома, это будет хорошее подспорье для детей, для тренеров. Сотрудники спортшколы Ермак прилагают все усилия, чтобы лед этой зимой, как и многие годы, стал достойной площадкой не только для тренировок спортсменов Ермака, но и для зимнего досуга всех гаража. И днем, и ночью здесь уже больше недели находятся специалисты спортивной школы Ермак, чтобы вновь залитый каток смог встретить первых ангарчан-любителей покататься на коньках. Уже на субботу намечено торжественное открытие. Вопросы, связанные с работой катка, можно задать по телефону, который вы видите сейчас на своих экранах. Ольга Отюбрина, Дмитрий Швецов, Местное время. А 18 ноября ангарчане смогут отметить день рождения Деда Мороза. Методисты перспективы приглашают гостей на уикенд-пати в молодежный центр «Лифт». Зрители станут участниками интересной квест-игры, викторины, а также смогут поздравить зимнего волшебника. Приглашаем всех желающих, кто неравнодушен к этому замечательному празднику, кто готов выразить свою любовь к Дедушке Морозу, нашему лучшему волшебнику. Поэтому приходите все. Дед Мороз приготовил свои сюрпризы со своей замечательной зимушкой, зимой и другими сказочными персонажами. Дед Мороз ждет гостей в эту субботу, 18 ноября, в 15 часов в молодежном центре «Лифт». И в завершение выпуска напомню, что телекомпания «Актист» переехала. Наш новый адрес – 33-й микрорайон, дом 19, ЖК «Клевер». Важное уточнение – в офисе телеканала не принимается оплата за кабельное и любое другое ТВ, а также не подтверждаются льготы. За этим нужно обращаться в офисы телесистемы «Стрела Телеком» по прежним адресам. И таковы были новости дня. Всего вам доброго и хороших выходных.